Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я отвечу на самый популярный вопрос – сколько стоит базовый набор бровистов? Ну что, поехали? Кроме моего голоса музыки, вы еще будете на фоне слышать дрель. К сожалению, уже месяц у нас делают ремонт. В общем, я надеюсь, вы меня за это простите. Итак, первое, что нам нужно, нам нужна будет маска. То есть, соответственно, вам нужен будет набор масок, вам нужны будут перчатки, набор перчаток и одноразовые бумажные полотенца. Для того, чтобы мы с вами приготовили нашу рабочую зону. То есть, я себе приготовила рабочую зону, и также, например, одной салфеткой я смогу вытирать кисти. После того, как я подготовила себе рабочее место, мне нужно как-то продезинфицировать мои инструменты. Мне нужен будет концентрат, в котором я буду вымачивать свои пинцеты. Для того, чтобы было удобно вымачивать, соответственно, вам нужен сосуд, в который я смогу налить свой концентрат. После концентрата вы моете инструменты с водой, и они уже готовы к работе. Замачивать инструменты от 15 до 30 минут. Также нужен дезинфектор для рук. Это у нас будет DC-side, также скин для рук, либо может быть абсолютно любой спрей, который вы будете использовать для дезинфекции рук. Теперь нам нужно подготовить наше рабочее место. Для этого нам нужна будет с вами палитра для смешивания краски, ватные палочки, ватные диски, одноразовые щёточки, баночка с водой, точилка и зажимы для волос, для того, чтобы удобно было убрать волосы клиенту. Из рабочих инструментов вам обязательно нужен пинцет. Я вам всегда рекомендую иметь два пинцета, потому что удобно. Один пинцет вы замочили, вторым вы с клиентом работаете. Дальше клиент ушёл, вы поменяли, и у вас всегда есть рабочий инструмент. То есть желательно хотя бы иметь один, но лучше два пинцета. Обязательно у вас должны быть ножницы, потому что иногда вам нужно разрезать пакетики, либо вам нужно подрезать какую-то волосинку. И также вам, конечно, нужны кисти. Вы можете себе подготовить подставку, куда вы будете складывать все свои инструменты, ватные палочки, ватные диски и так далее. Это будет очень удобно. То есть у вас должен быть ещё органайзер. И теперь переходим непосредственно к самому процессу работы. Первый этап – это у нас очищение. Нам с вами нужен детокс-смус. После детокс-смус мы будем прорисовывать форму карандашом. Карандаш может быть микроматик, либо может быть карандаш в дереве. Минимально вам, конечно, нужен один карандаш. Самый популярный цвет – B01. Но для того, чтобы вы могли подобрать цвет под клиента, я рекомендую мне 2-3 карандаша. Например, B02, B03 и микроматик Dark Brow. После того, как мы очистили и прорисовали форму, мы будем делать коррекцию. Для того, чтобы клиенту не было так больно, и для того, чтобы обеззаразить кожу, я вам рекомендую использовать Ice Cold Tonic. И переходим непосредственно к окрашиванию. Какие вам будут нужны цвета? Я бы точно взяла все три цвета гей-краски. Это Medium Brown, Dark Brown и Black, потому что вы сразу перекрываете, в принципе, 99% всех клиентов. Если вы хотите делать окрашивание более насыщенное и более темное, то тогда я вам порекомендую еще взять 2 цвета. Smart Brow Tinting System – это Icey Spicey. И для них также нужен вам будет окислитель, потому что окислитель с гей-краски не подходит для Smart Brow Tinting System. Если мы используем только Smart Brow Tinting System, также вам нужен будет ремовер. Но в краске Elan в наборе ремовер уже есть. Для решения всевозможных колористических... Тьфу, колористических, хотела сказать, но я в этом слове не выговариваю много букв. Для решения колористических вопросов и проблем, например, татуаж зеленый, красный, синий, фиолетовый, чтобы я точно рекомендовала взять, это бустеры. Бустеры оранжевый, синий закроют почти все вопросы, которые могут быть с цветом. И также еще могут быть маски. Вот маски – это по желанию, но с помощью них очень легко решать вопрос, ой, мне хотелось бы потемнее, либо, ой, можно чуть-чуть похолоднее цвета. Очень классная вещь, особенно клиенту взять домой. Любой, даже начинающий бровист уже умеет делать ламинирование, поэтому я включаю базовый набор бровиста, также ламинирование. Есть два ламинирования. Первое – это Броу Фикс Ап для бровей и Лаш Кюр Лап. Если вы настроены серьезно, то вам, конечно, нужно два вида ламинирования, потому что Броу Фикс Ап на основе цистемин гидрохлорита, он будет более мягкий, он будет делать волос более послушным. А составы для ресниц Лаш Кюр Лап, они будут делать брови более прилизанными и создавать именно ту форму, которую вы бы хотели. Также, если вы уже используете ламинирование, вам обязательно нужен уход, либо Броу Эликсид. Также вы можете использовать Лаш Плекс. Я его очень люблю, особенно когда у вас сухая кожа у клиента. Изначально вы наносите Лаш Плекс, а потом сверху него делаете окрашивание. И проблем с пятнистыми бровями у вас не будет. Ну и если вдруг у вас что-то не вышло, например, перетемнили, то, конечно, вам нужен Деколор. Деколор – это незаменимая вещь. Также он может усиливать цвет, и также он может снимать искусственный пигмент. Это уникальный продукт, которого нет ни в одной другой марке. Если же клиент у вас с темными бровями натуральными, а хочет он светлый, то вам нужна пудра. Кушать она не просит, она нормально хранится в течение 12 месяцев, и под нее обязательно, конечно, вам нужен отдельный окислитель. Окислитель я рекомендую взять с системы Smart Brow Tinting System. Либо можете использовать изгейкрас, тогда пудра будет работать чуть-чуть медленнее. Ну и после того, как вы сделали окрашивание и смыли краску, конечно, обязательно мы заканчиваем Color Fix. На низкий Color Fix что вам нужно сделать? Уложить красиво брови гелем. После того, как вы уложили брови гелем, вам нужно проработать кожу вокруг брови, чтобы не было никаких покраснений, чтобы клиент ушел от вас красивым. Для этого я рекомендую вам взять консилер жидкий, хотя бы один цвет, самый популярный номер 2, и карандаш-консилер. Им вы сможете делать идеально четкую линию снизу. Самый популярный цвет это C1. Если же у вас, девочки, потемнее, то берите цвет темнее C02. Надеюсь, видео для вас было полезно. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем пока!